МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в студии Даяна Саитова. И сейчас коротко о главном. Главные батыры на Сабантуе. С четырех часов встаем, работаем, сын помогает. Кто в этом году стал лидером посевной, познакомился с ними Салават Мухаммадулян. По ту сторону экрана. Там бегут с ведрами, тут с ложкой бегают, тут борются, там гири поднимают. Как в республике прошли съемки концерта, он лает Сабантуя, увидел Дмитрий Аринин. Делайте ваши ставки. Как в Болтатинском районе в этом году открыли сезон скачек, увидела Зарина Ахметова. Прыжки в пакетах и бои подушками. Как отметит Сабантуя, не выходя из дома, расскажет Салават Мухаммадулян. Сегодня Татарстан отмечает один из самых любимых инородных праздников Сабантуя. Он вдохновляет на трудовые свершения. С такими словами Рустам Мениханов сегодня обратился к татарстанцам. Он отметил, особым содержанием наполняется празднование Сабантуи в год столетия образования Татарской АССР. Еще более близким и явственным для нас становятся заложенные в народных праздниках неприходящие ценности, которые прививают нам любовь к своей культуре и родному языку. Пробуждают нас глубокие патриотические чувства. Главные герои Сабантуя, конечно же, сельчане. Не случайно появилось даже такое выражение, как «батыры плуга». Только сражаются они не на Майдане, а на полях, круглосуточно выполняя тяжелую работу. Это они первыми видят, как всходят первые ростки и наливаются колосси. В этом году, несмотря на онлайн-формат, традицию существования передовиков сохранили. На отдых у «батыра плуга» времени совсем нет. Ахтем Гарипов в этом году за весну засеял почти 3000 гектаров. Это официально в агроферме. А после работы Ахтем Абы снова на поле, но уже на своем участке и тракторе. Так Ахтем Гарипов и стал «батыром плуга» уже в третий раз в районе. Говорит, без помощи супруги это было бы невозможно, хотя сама она скромничает. У него уже большой стаж, он уже с утра до ночи работает, поэтому уже, наверное, он стал «батыром». Не ревнуете к работе? Ну, нет уж, но он же должен работать. Это уже Фанис Валиолин про свой синий трактор. Механизатор со школьной скамьи в этом году тоже стал «батыром плуга». Фанис Абэ рассказал нам небольшой секрет. В городе, если мы видим грязный автомобиль, то делаем вывод, что его водительцу на него, но все равно. В этом же случае наоборот. Если у механизатора машина грязная, то значит он весь в работе. Но каждое утро трактор проходит техническую проверку. Так Фанис Валиолин вместе с «железным другом» стал уже трехкратным «батыром». На этом году сказали, что сам «батыр» будет онлайн. Расстраивались, не расстраивались? Ну, немножко расстроился, ничего не поделаешь. Время такое. Выход из ситуации нашли в Балтасинском районе. Здесь передовиков труда наградили прямо на поле. Абсолютным «батыром» района стал Табрис Гайфулин. Говорит, на Байдан побороться за ценный приз никогда не выходил. И рост и вес не позволяли. Поэтому этот «баран» для него первый. Перед всеми так высоко оценили. Первое место – «баран». Сразу на душе радостно стало. Такой подарок может быть только раз в году. И то, если повезет. Как перед запуском какой-нибудь «Теслы» или самолета, Александр Антонов настраивает свой трактор. «Батыр» плуга из Буинска. Сам даже и не знает о своей победе. Я сам лично не смотрел, не видел, не вникал. С утра, когда во всем, во время патинок, 6 часов уезжали. Поле переедешь, трактор посмотришь и дальше съедешь. А сколько гитаров там, чего там гитаров мы не считали, короче. Таких по республике человек сто. Глядя на передовиков, можно даже составить портрет абсолютного «батыра» плуга. Семьянин за рулем современного трактора, продолжитель династии и скромный работяга. Слава Тухмадуллин, Адель Миндубаев, Даним Филатов, ТНВ, Арский, Бултасинский и Буинский районы. Этот праздник олицетворяет уважение к труду тех, кто работает на селе и объединяет людей теплым отношением к своим историческим корням и традициям. Он завоевывает сердца самых разных людей своими народными забавами и гостеприимством. Сегодня этими красивыми словами ко всем труженикам села обратился аграрный министр Марат Зябаров. Сегодня хочется поздравить жителей нашей республики, наших аграриев, сегодняшним Сабантуем с праздником плуга. Пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и хорошей погоды, чтобы у каждого в семье был порядок, были все живы, здоровы. И дай бог будем вместе, все у нас получится. Главные атрибуты Сабантуи, помимо борьбы кореш, чествования передовиков и народных гуляний, это, конечно, конные скачки. Они всегда притягивают огромное количество зрителей. И вот наш подарок. Без этого зрелища вы сегодня не останетесь. Мы нашли и покажем конные скачки в селе Балтаси, которые состоялись, несмотря на пандемию, грозу. Светский этикет, шляпа и веер. В Англии дресс-код на скачках уже традиция. У нас к таким условностям относятся куда проще. Но несмотря на это, конные соревнования в день Сабантуи не теряют своей значимости. И так же, как и британские лорды, сегодня жители Балтаси делают свои ставки. За кого болеете? Вы из Раниса. Это седина мы болеем. Сиренцев, Дима. Он же окей. Шакура, лошадь. Кличка-то? Денис. Какой номер? Девятый номер. Одним из первых на дорожку будет выходить Рифат Галиев. Уже 10 лет он на коне, последние три на лошади. Его партнерша, хоть и своенравно, но Рифат все равно ласково зовет ее зайкой. Прежде чем сегодня выйти с ней в люди, долго готовил и тренировал. Каждый день, с утра, утром и вечером, по 2 часа километров 10, где-то так. Первые в этом году скачки и тут же дождь. С трассы мокрой, попотеть пришлось и жокеем. Но их настроя перед стартом обстоятельства никак не спортили. Нормально будет. А вообще опыт есть, когда вот так дождь прошел и приходилось выходить? Не было. Здесь в Болтосях скачки события народного масштаба. 60 лошадей, 60 наездников и почти полные трибуны. Хотя в другие года было бы в разы больше. Все тренировались, все готовились. Сейчас все скачки ждали. Сейчас из-за карантина скачек в этом году вообще не было еще. А потому варианты не проводить их в районе даже не рассматривали. Все-таки Сабантуй и к празднику плуга аграрии постарались. При подготовке учли все меры безопасности. Учитывая пандемию, пришлось организовать эти соревнования, уже учитывать все безопасность, социальное расстояние, перчатки, маски, чтобы было. И когда уже вот наездники регистрировали, обязательно измеряли температуру. Они здесь не столько ради приза, сколько ради драйва и эмоций. Каким бы ни было место для наездников, нет повода расстраиваться. Ведь впереди обещают еще три иконных соревнования. А эти скачки стали красивым украшением сабантуйного дня. Зарина Ахметова, Вадим Иларионов, ТНВ, Болтасинский район. К теме сабантуй мы вернемся через пару минут, а сейчас к другим новостям. Рустамин Ханов сегодня поблагодарил всех, кто помогал татарстанцам в непростой период пандемии. Сегодня на совещании он подвел итоги масштабной акции в рамках движения «Помощь рядом». Напомним, оно было поддержано президентом. Благое дело подхватили тысячи добровольцев. Это и крупные предприятия, предприниматели, а также простые граждане. В период самоизоляции самые незащищенные слои населения получили продуктовые наборы. За два месяца их было доставлено почти 210 тысяч. Акция помогла семьям с низким доходом, одиноким пенсионерам и детям, чьи родители лишились работы и дохода из-за пандемии. А здесь бюджетных средств нет. Это просто благотворители, наши крупные компании, малые компании, предприниматели в той или иной степени в меру своих возможностей принимали. Это вот системная акция была. Сегодня президент республики Татарстан принял участие в видеосовещании по результатам годовых собраний акционеров в предприятии группы компании «Таиф». Рустамин Иханов ознакомился с экономическими результатами компании за прошлый год. Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики и падение спроса на нефтехимическую продукцию, ведущие предприятия «Таифа» сохранили работоспособность и коллективы. Как работать в новых экономических условиях и реализовывать амбициозные планы? Подробности у Рамиль Шайтулина. Ведущие предприятия группы «Таиф» работают в сложных условиях с 2019 года. Объемы производства увеличиваются, а выручка в денежном выражении падает. Прибыль снижается. Более того, по итогам шести месяцев этого года ситуация стала еще хуже из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, компании, входящие в группу «Таиф», сохранили работоспособность и коллективы продолжают наращивать объемы производства. Об этом Рустаму Иниханову доложили в ходе видеосовещания по результатам годовых общих собраний акционеров в группе компаний «Таиф». Несмотря на такое сложное и, надо сказать, критическое положение, мы не остановили производство. Сохранили трудовые коллективы и, увеличив по сравнению с 2019 годом, даже средний доход на одного человека на 8% до 65 тысяч рублей в месяц, и продолжаем полностью выполнять все свои социальные обязательства. Кризис у нас не первый раз. Мы все эти проблемы находили решение. Главное — сохранить существующие производства, сохранить персонал, специалистов и продолжить ту стратегию, стратегию дальнейшего развития инвестпроектов группы компаний «Таиф». Один из таких стратегических проектов — строительство нового олефинового комплекса «ЭП-600». Реализация его идет строго в соответствии с графиками и планами. Общий объем инвестиций по группе компаний «Таиф» — полтора триллиона рублей до 2030 года. Чтобы планы удалось воплотить, нужна федеральная поддержка. Имеет смысл все-таки очень основательно, серьезно, совместно работать с теми, кто уже показал результат, у кого есть возможность, у кого есть потенциал. Мы ожидаем, что законодательные эти инициативы позволят нам дополнительно раскрыть имеющийся потенциал нефтегазохимических предприятий Республики Татарстан. Хотел бы поблагодарить руководителей предприятий группы акционеров, но и, самое главное, трудовый коллектив, за ту эффективную работу, которую вы проводите. Пожелать нам успешной работы. Вот было сказано, что без серьезных мер федеральной поддержки, конечно, нам сложно будет победить. В этот же день состоялось первое заседание нового совета директоров АО «Таиф», в котором также принял участие Рустам Мениханов. По предложению президента Татарстана, председателем совета директоров компании избран главный советник генерального директора АО «Таиф» по развитию Альберт Шагабуддинов. Заместителем председателя совета директоров избран Рустен Сультеев. Подтверждены полномочия генерального директора АО «Таиф» Руслана Шагабуддинова. Как заверил президент Татарстана Альберт Шагабуддинов, компания в полном объеме сохранит все взятые на себя социальные обязательства, оставаясь верной своему неизменному слогану «Сила во благо». Самое главное у нас люди. Если мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни, зарплаты, материального благополучия всех людей, не только у нас работающих в группе компании, но и у нас, которые работают, республики, страны, то добиться результатов практически невозможно. Я думаю, это будет тоже стоять как одним из главных первых, первой строка той задачи, той стратегической программы, которая реализуется уже сегодня. Рамиль Шайдурин, Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников, ТНВ. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Через годы, через расстояние. Праздник друзей, родных, мы можем собраться и пообщаться. Каким бывает Сабантуй? Топ-5 праздников плуга, проходивших в России и за ее пределами, составил Рамиль Шайдулин. Прыжки в пакетах и пои подушками. Как отметит Сабантуй, не выходя из дома, расскажет слова Тухумадуля. Сабантуй. Сабантуй на ТНВ. Мы постарались сделать все, чтобы праздник пришел в каждый дом. В этом нам помогли артисты, которым, наверное, впервые пришлось выступать и без зрителей, и спустя несколько месяцев самоизоляции. За кулисы онлайн Сабантуй заглянул Дмитрий Аринин. Вот эту площадку, сейчас вас бить на секторе, там бегут с ведрами, тут с ложками бегают. На Майдане Березовой Рощи в Мирном, как в фильме «Берегись автомобиля», для одного представления объединились сразу два трудовых коллектива. Институты культуры и госучреждения «Безопасность дорожного движения». Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. Альберт Шейхудинов занимается весовым контролем на дорогах, но еще с детства у него появился интерес к пению. Творческие люди же, они открытые, поэтому ничего сложного нету. Наоборот, какой-то такой огромный опыт. На голову одеваем мешок. Будущие профессиональные артисты на этом концерте, можно сказать, вышли на оперативный простор. До этого во время самоизоляции все репетиции и выступления проходили дома, малым составом и только онлайн. Скучились по выступлению? Да, очень. Как любой артист, он жаждет сцены. То есть это своя жизнь, своя атмосфера, в которой мы кипим, живем, творим. На самой площадке зрителями стали другие артисты, ждавшиеся у выступления. А по ту сторону экрана наши телезрители по всему миру. За этот день сотни молодых певцов представили два десятка концертных номеров. Показываем конкретно, как проходил именно праздник наш Сабантуй. Именно с традициями, именно с фольклорными обычаями. Суп! Суп! Айде! На и подрубе на этот раз соревновались не кони, а люди. Здесь развернули театрализованные представления спортивных состязаний. Интересно все проходит. Это вообще впервые вот так вот, чтобы онлайн. Участникам наперекор погоде поднимали настроение профессиональные певцы. Мы стараемся поднимать праздничное настроение. Все равно все должно быть как настоящий Сабантуй. Все, что происходит на сцене и на площадке перед ней, передавали в большую студию ТНВ десятки камер нашего телеканала. Пытались передать дух, эмоции, атмосферу праздника через камеру, чтобы люди, сидя дома, смогли окунуться в эту праздничную атмосферу. Все самое интересное, красочное и эксклюзивное. Так, и в этот особенный год республика, ее жители и татары по всему миру по-особенному отметили национальный праздник. Московский Сабантуй 2020 сегодня собрал гостей со всего мира. Он тоже прошел в онлайн-формате. Можно смело сказать, что он стал первым масштабным этнокультурным онлайн-событием в России. Как певица-отцу готовила чпычмаки, как Элвин Грей покорял интернет-аудиторию по всему миру, увидела и расскажет Дина Газалиева. Внутренний дворик дома Асадулаева сегодня стал имени-площадкой для праздника. С первых шагов приглашенные журналисты окунулись в атмосферу Сабантуя. Для всех организаторов и небольшого числа гостей строгие контрольные меры на входе. Местом управления московским онлайн-сабантуем, который, как и много где, прошел впервые, стал Татарский культурный центр Москвы. Непривычный вид, новая сцена, мониторы, камеры для трансляций. Одной из изюминок стал мастер-класс от певицы Алсу по кулинарии. Приветствуем московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со столетиями. На сайте автономии Татар Москвы прямую трансляцию могли смотреть все желающие. И хотя это, конечно, не тот грандиозный праздник в парке Коломенское, к которому привыкли москвичи, но все же наш прекрасный Сабантуй. Если люди не могут прийти на Сабантуй, то наш позыв, что Сабантуй придет в каждый дом. Вот самая главная была идея. И мы этого добились, что на сегодняшний день, благодаря поддержке Республики Татарстан, 4 июля во всем мире запомнится как День Сабантуя. Известные и любимые в народе исполнители вновь на сцене утверждают, что для них выступления так же приятны и волнительны, как и на обычном Сабантуе. Я очень рада, что сегодняшняя онлайн-трансляция не только для москвичей, а для татар всего земного шара. Сегодня звучали поздравления не только с праздником Плуга, но и в честь нового звания Казани. Было очень приятно услышать о том, что состоялся указ президента о присвоении городу Казани звания города трудовой славы. Дина Газалиева, Матвишин Каренко, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Так совпало, что в этот насыщенный для Татарстана юбилеями год круглые даты и у Сабантуя. 20 лет назад в стране прошел первый федеральный праздник Плуга. И 20 лет назад в Казань на Сабантуе в статусе президента впервые приехал Владимир Путин. Впрочем, праздник за свою тысячелетнюю историю стал известен во всем мире. Рамиш Айдулин представит топ-5 Сабантуев, которые стоит вспомнить. 2000 год. Майдан встречает самого дорогого гостя. На Сабантуе в Казань приехал президент страны Владимир Путин. Впервые в качестве главы государства. С того дня прошло уже 20 лет, но вся страна до сих пор помнит, как национальный лидер нырял в катык и боролся на руках, а затем следил за борьбой к рэш, а потом и заговорил на татарском. Это был не единственный визит главы государства на Сабантуе в Татарстане. В 96-м праздник в Арске. Его посещает Борис Ельцин. Президент примеряет тюбетейку и берет в руки палку. Это одна из забав Сабантуя – разбить глиняный горшок. Ментимер Шаймиев, поздравляя всех гостей праздника, подчеркивает, Сабантуй – это возможность сказать спасибо всем труженикам полей. Этим традициям и забавам ни год и ни два. Вот как это было в 70-х. Даже на черно-белых кадрах можно увидеть палящее солнце и яркую палитру эмоций. Неудивительно, что с годами Сабантуи полюбили во всей стране. Уже 20 раз он проходил на федеральном уровне. Вот как это было в прошлом году. В Новосибирске на центральном Майдане собрались тысячи гостей из 35 регионов. Рустам Мениханов объясняет губернатору области правила татарских запах. Это общий праздник. Праздник завершения весенних полевых работ, но и праздник друзей, родных. Мы можем собраться и пообщаться. Посмотреть на настоящий праздник тружеников полей в одну точку на карте России съезжались не раз. Вот так в прошлом году прошел и всероссийский сельский Сабантуй. Его провели в Самарской области. Гостями стали 20 тысяч человек. Праздник Сабантуй. Культурные события всероссийского масштаба. Алга Сабантуй. Шли годы и стало ясно, Сабантую рады даже в других уголках планеты. Уже несколько раз праздник плуга проходил в Европе и на Западе. Вот Сабантуй в Литве. Мне как посол очень приятно и радостно за то, что у нас страну можно так красочно и сочно показать. В 2013-м красочно и сочно Сабантуй всему миру Татарстан показал прямо в Казани. В дни Всемирной универсиады его посетили тысячи гостей со всей планеты. Вы делаете все, чтобы весь мир увидел новую Казань, новую республику, новую Россию. Сабантуй очень сильно отличается от праздников в Панаме. Но мне нравится, здесь очень весело. У нас тоже есть что-то подобное, эсэх, но так же празднуется. Россия провела огромную работу как хозяйка универсиады. Это потрясающий опыт. Менее чем за полвека из народного праздника Сабантуй смог стать мировым праздником дружбы народов со своим именем, стилем и неподражаемым колоритом. Рамиль Шайдулин, ТНВ. То, что Сабантуй можно организовать где угодно, сейчас докажут наши корреспонденты. Еще не поздно, посмотрев видеоинструкцию, устроить народные забавы хоть на 20 квадратных метрах. Соревнуйтесь вместе с нами. Эй, ты что делаешь? Айгуль, на улице лето, жара, июль, Сабантуй, вообще не время спать. Твою подушку какой Сабантуй? Раз, два, три, поехали! Я не буду этого делать. Он орбитный ёргом. Да вообще-то деньги. Айгуль, зачем тебе пакет с пакетами? Сегодня настало их время. На самом деле, это только часть способов весело отметить Сабантуй, не выходя из дома. Все зависит только от вашей фантазии и желания. Салават Мухамадуллин, Айгуль Бодрудима, Адель Мундубаев, ТНВ, Казань. Буквально через несколько минут онлайн-марафон Сабантуй на ТНВ завершается. И в соответствии со всеми традициями праздника, в прямом эфире мы определили победителя телесабантуя. В конкурсе приняли участие почти 600 человек. Батыром ТНВ стал аккаунт под ником Алиска729. Ей достается главный приз от нашего телеканала «Своенравный барашек». А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. В республике установилось знойное лето. О погоде поговорим после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни – доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань – Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Баблахе и Ознакаево температурный фон сохранится повышенным. Плюс 28-30 градусов. Возможно, небольшие дожди. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге ожидаются осадки и плюс 28 градусов днем. Очень тепло в Агрызи, Менделеевские октаныши. Плюс 28-29 градусов. Без существенных осадков. В Барске, Кукмаре и Балтаси возможны дожди. Днем плюс 27. Сохранится жаркая погода в Болгаре, Дрожженом и Буинске. Температура сохранится повышенной. Плюс 27-28 градусов. Днем возможны кратковременные дожди. Не исключены дожди. Также в Альмесевске чисто полимомодыши. Будет очень тепло. До плюс 30. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани. 295-4-7. И на сайте akbarsdefisdom.ru Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани. 295-77-77. В лечебно-диагностическом центре Эксперт Плюс акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани. 205-59-17. В лечебно-диагностическом центре Эксперт Плюс большой выбор медицинских услуг. Врачи, специалисты, УЗИ-анализы. До конца июля акция. Ночью скидка на МРТ 20%. Адрес Чистопольская, 5А. Запись по телефону 205-59-17. В Казани облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ночью около 19 тепла. А днем воздух прогреется до плюс 28. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 752 мм штутного столба. Влажность воздуха составит 69%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мы уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нервы и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Продолжение следует...